МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евраль, он очень короткий месяц, последний месяц зимы, и он еще уменьшается тем, что наваливается очень много забот и хлопот у наших дачников. Многие уже пошли по магазинам покупать семена для нового дачного сезона. И, конечно, от семени очень много зависит, от семян. Есть такая пословица, от худого семени нет хорошего племени. И, конечно, идя в магазины, я уже предупреждала наших дачников, проведите ревизию старых своих запасов семян. Может, у вас достаточно семян на следующий год. Посмотрите на них, потому что некоторые семена долго сохраняют схожесть. А вы пойдете, будете покупать новые, то есть лишние затраты. Сделайте ревизию старых своих запасов семян. Составьте список и потом идите в магазин. Многих интересует, какие сорта покупать. Сортов, конечно, великое множество. И вы наслушаетесь очень много советов и от продавцов в магазинах, и от своих соседей по даче, от знакомых, от друзей. Но хочу сказать, конечно, в первую очередь сажайте те сорта, которые вы уже испытывали у себя на даче, которые вы сажали. Они вас устраивали по всем показателям. Может, это покажется странным, но дело в том, что эти сорта, их устраивает и ваша почва, грунт на вашей даче конкретно, и устраивает микроклимат вашей теплицы, участка, и устраивает ваш уход. Вы можете, конечно, покупать новинки, но их не должно быть так много. Не переходите сразу полностью на новый ассортимент. Можно один-два сорта. Конечно, пробуйте понемножку добавлять разные сорта. Но те сорта надежные, которые вам понравились, вы их не исключаете из ассортимента. И хочу дать несколько советов, когда вы идете в магазин, на что в первую очередь обращать внимание. Старайтесь покупать семена фирм надежных, которые на семеноводческом рынке уже многие-многие годы, по 10-20 лет. Это такие фирмы, как у всех, наверное, не на слуху, как Гавриш, Аэлита, премиум СИЦ, евросемена, биотехника. Не старайтесь покупать семена где-то в неизвестных фирмах, которые впервые вышли на рынок. Часто могут быть, грубо говоря, жулики. Как было несколько лет назад, когда несуществующий Хабаровский научно-исследовательский институт предлагал жителям Санкт-Петербурга семена своей селекции. Такого института и в помине нет. А в пригородных поездах ленинградского направления вовсю продавали эти семена. И люди многие покупались на это. Когда вы собираетесь покупать семена, вы должны покупать в специализированных магазинах. В магазине сортием овощи. Не покупайте с рук где-нибудь в электричках, на улице, в поезде. Потому что это может быть просто обман. Идите в магазины, в семеноводческий отдел магазин Вашан, Метро, Пятерочка. Потому что они сотрудничают напрямую с фирмами-производителями. А с рук это дело ненадежное. И когда, конечно, вы приходите в магазин и смотрите на ряды витрины, где выставлены красочные пакеты, глаза разбегаются. У нас сегодня тоже семена в студии. И когда вы смотрите на красивые красочные пакеты, вы должны четко понимать, что вы хотите. Вот в феврале, когда вы идете за семенами, вы можете не спеша выбрать из большого ассортимента. Не просто в мае месяце прибежать в магазин, купить то, что осталось, и выстоять длинную очередь. Сейчас очередей немного. Вы пришли в магазин, берете пакет в руки, смотрите на него. Обязательно смотрите на саму упаковку. Сразу лучше перевернуть. Лучше перевернуть красочные картинки и ознакомиться с инструкцией. Он должен быть плотным, без всяких механических повреждений, ненадорванным, плотным и светонепроницаемым. Тогда гарантия, что семена там хранятся нормально. Обязательно смотрите, что написано на пакете. Должно быть название фирмы. Вот в данном случае я держу пакет фирмы Premium Seeds. А у меня огурец, не грусти, похрусти. Фирма Айлита. Фирма Айлита. Фирма Айлита. Обязательно написано, чья-то, какая фирма, юридический адрес, чтобы вы понимали. Написана характеристика сорта. Написано количество семян. Или это поштучно, или в граммах, чтобы вы посмотрели. А у меня написано 15 штук, чтобы вы понимали, сколько вам нужно семян. Один пакетик покупать, в данном случае кабачка, или два пакета вам нужно. И внизу напечатано штампом год, срок годности семян. Всегда эти цифры пропечатываются штампом. И многие недобросовестные фирмы, которые, допустим, уже устаревшие семена, хотят вам продать. То есть, вот здесь не может быть смазанное. Не может, не наклеено. Не четко пропечатано. Если это наклеено, смазано, пропечатано дважды. Значит, это поделка. Да. Значит, эти семена уже устарели. Эта фирма продает семена старых сроков годности. И должно быть все четко пропечатано. Без всяких подделок, без наклеек. Тогда вот такой пакет можно покупать. Обязательно смотрите не только на красочность, а читайте, что написано на пакете. Название культуры. Обязательно. В данном случае у меня кабачок. Сорт оранжевый король. Если вы пришли за кабачком и хотите зеленоплодный, пожалуйста, смотрите на пакет, чтобы потом не бегать, не менять пакеты, потому что вам нужен, допустим, золотистый кабачок или цукини зеленый. Или, допустим, вы хотите купить, вы любите свеклу круглую, поэтому смотрите, вот она, круглая свекла. Любителям цилиндрической свеклы вот нужно покупать такие сорта. Смотрите, если вы пришли за томатом, вам нужно понимать, вы хотите для засолки, для салата. Вы должны знать, ранний сорт, поздний, средний, все это написано на пакете. Если покупаете кабачки, патиссоны, тыквы, на пакете написано в описании, то ли это кустовой сорт, то ли плетистый, то ли средний плетистый. Ранний, средний, поздний. Для каких целей? Для засолки, для салатов, для консервирования. Детерминантный томат, низкорослый для открытого грунта, или он детерминантный, для открытого грунта или для теплиц. Самое главное, обращайте внимание, какой урожай. Здесь все прописано. Урожайность килограмма с метр квадратного. Устойчивость к болезням. Вот самое главное. Не красота пакета, а вот информация об этом сорте. Потому что оказывается, что в этом сорте урожайность небольшая. А вы купили и ожидаете супер прибыли, супер урожая. Поэтому обязательно вот сейчас, в феврале, в марте есть время призадуматься, хорошенько оценить каждый сорт и выбрать то, что вам нужно. Самое главное, Наталья Викторовна, не стоит отправляться за покупкой семян без четкого списка тех культур, которые вы хотите иметь у себя на дачном участке. Обязательно планируем все досконально, чтобы не купить лишнего. И чтобы потом эти семена не пришлось выкидывать. Конечно же, потому что они хранятся совсем недолго. Некоторые культуры. Ну, допустим, кабачок, патиссон, тыква у них сургодности большой. У томатов сургодности большой огурцов. А у зеленых пряновокусовых трав один год-два. Поэтому, конечно, только после ревизии старых семян, которые у вас есть дома, с новым списком семян и внимательно читаем и выбираем те сорта, которые бы вы хотели выращивать у себя на участке. Очень много труда дачники вкладывают в посев, в подготовку грядок. И поэтому не хочется, чтобы это все было даром и напрасно. Конечно. А от семян очень много зависит от сорта, от характеристики сорта. Поэтому внимательно выбирайте и очень вдумчиво выбирайте новые сорта. Селекционеры не сидят без дела. Каждый год появляются новые сорта. Вот как дело обстоит с новинками? И вы рекомендуете покупать их или все-таки более осторожно относиться ко всем новым сортам? Вы знаете, Маша, я сегодня буду говорить не о новых сортах и гибридах овощных культур, и цветов тоже, потому что их очень много. С каждым годом государственный реестр пополняется большим количеством новых сортов и гибридов. Для этого не хватит нескольких программ. Много культур, много сортов, много гибридов. Я сегодня буду говорить о многообразии продаваемой пакетированной продукции. Вот мы говорим о красочном пакете, а многие фирмы продают и пакеты, семена в белом пакете. Конечно, на разный кошелек, на разные возможности дачников. Хочу сказать, что в белых пакетах такие же надежные, хорошие семена. Вот, допустим, фирма «Алита», она фасует семена редиса рубин в таких белых пакетах. Для дачников с небольшим, для пенсионеров с небольшим доходом. Ну, конечно, выбирая, допустим, редис в цветном пакете и в белом пакете, конечно, это более красочный пакет. Но если разобраться, в принципе, после посева вы выбрасываете упаковку и белого пакета, и цветного пакета. Просто здесь, в данном случае, покупатель переплачивает конкретно за красочную и запечатную продукцию, а не за качество семян. Так что вы не переживайте, что если вы купили семена в белом пакете, они не такого качества, не всхожие или пассивное качество, их уже нет. Фирмы такие же семена, которые раскладывают, фасуют пакеты цветные, такие же семена того же сорта фасуют и в белые пакеты. Но это значительно дешевле. Какие еще новинки на рынке семян? Можно купить семена дрожжированные. Вот в таком виде они продаются. Но некоторые датчики побаиваются покупать их. Вроде бы, как вдруг какой-то будет вред здоровью эти семена могут нанести. Вот хочу успокоить. Эти семена никакого вреда здоровью не сделают. Просто фирмы для облегчения вашего труда при посеве... Тут вред здоровью. Эти семена не нанесут вред вашему здоровью. Фирмы обрабатывают семена различными стимуляторами роста и пестицидами. И семена, которые дрожжированы, согласитесь, их намного легче сеять. Они уже крупные. Их не нужно предварительно обрабатывать, замачивать, прогревать. Все уже обработки сделаны. Вам достаточно при посеве сделать бороздки, хорошенько пролить их, потому что семена дрожжированы. И эта оболочка, она достаточно плотная. Поэтому в хорошо промоченную землю, влажную, хорошо увлажненную, и сеем без всяких дополнительных обработок. Разложились семена. Их можно сеять не густо. И затраты на прореживание значительно меньше. Такие семена, как правило, устойчивы уже к болезням. Растения, которые вырастают из них, они устойчивы к болезням. А быстрее они всходят? И быстрее они всходят, потому что оболочка должна вот эта вот семечка лопнуть, и питательные вещества поступят к семени. Оно будет дольше всходить, но потом за счет питательных веществ, которые находятся вот в этой грануле, они будут догонять и перегонять семена, посеянные обычными, недрожжированными. Ну, это будет вполне нормально, если семена, которые дрожжированы, взойдут не сразу. То есть, дачнику не стоит беспокоиться. Конечно, только нужно вначале очень хорошо увлажнить почву. Есть семена на ленте, тоже фирмы выпускают вот такие семена. Вот в данном случае морковь Шантене Роял, она выпускается вот на такой ленте. Лента, она очень быстро растворяется в грунте. И на эту ленту наклеены семена моркови. Посмотрите, как здорово, на одинаковом расстоянии разложены семена моркови. Это потом, чтобы не прореживать, наверное, эту морковь. Конечно, когда вы делаете бороздку, увлажнили ее и поставили вот эту ленту в почву и присыпали ее грунтом. Вот эти семена трогаются в рост. Во-первых, расход семян в 20-30 раз меньше, чем если бы мы сеяли с вами вот вручную из пакетика семена. Дальше. А многие еще сеют погуще, на всякие случаи. А вдруг одни не взойдут, а другие взойдут. А потом, как жалко дачникам. А тяжело, как Маша, прореживать. Прореживать такие грязки. Всегда жалко. Потом, когда вы прореживаете густые... А от этого, между прочим, напрямую зависит урожай. Когда вы прореживаете, и прореживать нужно не один раз, прореживать два раза. Вы травмируете оставшиеся растения моркови. Ведь мы прореживаем, когда они в сходы совсем маленькие. Как тяжело, в наклонку, попробуй прореживать вот эту морковь. И вы так никогда не оставите на одинаковом расстоянии, чтобы выдержать расстояние от растения к растению. И когда вы прореживаете морковь, посеяно очень густо, мы же вырываем ее из грунта. И запах от морковных листочков распространяется. И это привлекает морковную муку. И она тут, как тут. И она очень сильно поражает потом вот эти посадки моркови. А здесь мы уходим с вами от прореживания. Уходим от болезней, от вредителей. Благодаря этому и урожая получается больше. Так что, как видите, фирмы стараются облегчить труд наших дачников. Выпуская и дрожжированную продукцию, и продукцию на ленте. И вот в последнее время вот такая выпущена селка. Видите, специальный пакетик сделан для того, чтобы уже даже бороздки не делать мотыгой. Чтобы сразу сеять вот этой плотной картонной коробочкой, проводить бороздки и высевать. Это селка плюс. Тут дозировано будет у вас идти высыпание семян. То же самое это намного облегчает посев. Так что покупайте новинки. Покупайте белые пакеты, дрожжированные семена, семена на ленте. Наталья Викторовна, что можно уже сеять в феврале? Сеем в основном мы в марте. Хотя вот 25 февраля мы с вами сделаем передачу о посеве петунии. Это всеми любимые наши цветы. И их сеют с середины февраля до середины марта. Вот 25 февраля мы постараемся нашим дачникам рассказать в программе. Показать сорта, которые мы с вами будем сеять. Как правильно сеять петунию. А раньше в это время я вам просто не советую проводить посевы. Но в феврале можно посеять и лук порей, и сельдерей черешковый и корневой. Потому что эти культуры долго всходят. У них долгий период вегетации. В феврале их можно сеять. И можно посеять ранние сорта капусты, белокочаные, кальраби, брокколи. А томаты, перцы, баклажаны. Некоторые сеют уже и астры, и бархатцы. Пожалуйста, не делайте это. Будем все делать по порядку, как положено. Будем сеять в марте с вами. Не торопитесь, будем это делать вместе по чутке руководством Натальи Викторовны на стенке. Постараемся все это сделать. Так что смотрите нашу передачу 25 февраля. Посев петунии на рассаду. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Гребки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем вам удачи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»